Всем привет! Меня зовут Катя Клэп. У меня спят уже соседи 2 часа ночи, а я тут нарядила задник и снимаю новогоднее видео. Сегодня я решила поделиться с вами идеями своих подарков на Новый год, чтобы они были бюджетными, классными и, самое главное, быстрыми. Потому что до Нового года осталось не так много времени, а заказывать классные подарки с ebay за 3 копейки... Почта России. Я все еще жду некоторые подарки уже второй месяц, и Новый год скоро. В своей идейных книжечке я разделила подарки на несколько тем, и сегодня я их вам расскажу. Как волшебная книжечка. Подарите что-нибудь из воспоминаний. Конечно, бывали трудные моменты, но очень важно всегда фокусироваться на добре и на том, что случается с нами хорошего. Самый, казалось бы, банальный подарок, как фоторамка, может возобновить ваши чувства или какие-то воспоминания. Тут самое главное дарить фоторамку уже с фотографией. В наше время мы очень редко печатаем фотографии, и в основном они все хранятся в нашем телефоне. Поэтому нужно воссоздать то событие, которое вам очень дорого, в реальность. Ну а еще, чтобы вспомнить события за прошедший год, можно просто сделать фото-подборку. И даже оформить какое-то небольшое видео, и сохранить это все на флешку. Во-первых, флешка это очень классный девайс, который в наше время всем нужен, потому что все делают презентации, загружают всякие различные документы. Создайте, наконец, плейлист тех песен, которые с вами были в уходящем году. Ностальгия бывает очень приятным чувством, который сближает и возобновляет какие-то ваши отношения. Ну а также можно подарить новые воспоминания. Кстати, я очень советую вам просто подарить человеку поход в кино. Купите заранее два билета или распечатайте онлайн, и украсть это все попкорном, вкусняшками и любимой содовой. Я решила создать тот самый попкорн из кинотеатра, нашла жестяную банку и цветную бумагу. Обернула его, чтобы не было видно, что все-таки это железо. Также мне нашелся тканевый мешочек, который я просто осунула внутрь и обернула по краям. И украсила все дело это бантиком. Конечно же, я туда добавила попкорн, который можно сделать дома, и положила любимый содовый фрешбар со вкусом персика и ананаса. Все это можно также украсить любимыми мармеладками, все то, что продается в кинотеатре, и, соответственно, билетики. Но если ваш друг или подруга сладкояшка, можно покидать разных всяких карамелек. Ну а в целом фрешбар еще мне напоминает о лете, потому что именно с ним я ходила на пикник с Зютой. Так что это еще некое воспоминание о теплых днях лета, холодной зимой. Кстати, можете помимо билетов в кино взять еще и засунуть парочку в подарок DVD. Так точно придете еще больше времени вместе. Также можете подарить билеты на каток. И не стесняйтесь сразу говорить, что ты пойдешь со мной на каток вместе и два билета для нас двоих. Потому что вдруг он потопает или она с кем-то другим. Сейчас в Москве проходит огромное количество мюзиклов, премьер. Это то, что всегда заряжает новогодним настроением. Посвященные Дисней, прекрасным всяким сказкам. То, что точно понравится всем в праздничное время. И в это время года даже самые взрослые люди все равно попрутся посмотреть сказку Дисней. Вот серьезно. И если будете придумывать какие-то события, обязательно делайте фотографии. А еще человеку можно подарить город, в котором он мечтает оказаться. Точнее вещи, которые ассоциируются с этим местом. Я нашла бомбочку, напоминающую флаг. А еще дома у меня лежала голубая коробочка, похожая чем-то на Тиффани. Правда, внутри оказались конфетки. И, конечно же, вы поняли. Это город Нью-Йорк. И нет ничего прекраснее, чем знать мечты своих друзей и хотя бы их воплотить в таком виде. Ну, а если ваша подруга, например, любит азиатскую культуру, все кавайное, мимимишное, то можно собрать вот такой вот набор. Я нашла веер, какие-то реснички с анимешной девочкой на упаковке. Также можно взять всякие разные патчи, помадки, все корейское, небольшое. У меня, например, тестеры. Или купить вот такой вот милый, забавный крем. Кстати, можно сходить в банк и разменять 500 рублей на местную валюту той страны, в которой хочет побывать ваша подруга. Ну, и, конечно же, я добавила всякие стикеры. Подарите что-нибудь теплое. Я лично сама обожаю мягкие носочки. Я в них целыми днями хожу по дому. Также можно подарить шапочку или шарф, а лучше всего уютные варежки, потому что за окном холодно, их точно будут носить, и также каждый день о вас вспоминать. В повседневной жизни не бывает много шарфов и шапочек в русской зиме. А еще можете подарить очень уютный какой-нибудь свитшот или лучший рождественский свитер. Ну, а если, предположим, человек не носит свитер, то уж точно носит футболку. И здесь просто огромное количество идей. Это зависит от хобби человека. Какие он любит смотреть мультики, фильмы, какая у него любимая группа. Я, например, обожаю Adventure Time. Вы это все прекрасно знаете, мультик Время Приключений. И я нашла вот такую вот классную рождественскую футболку в магазине Твое. Она хлопковая и очень яркая. Мне кажется, это классный новогодний подарок, который можно также дополнить какой-нибудь переводилкой на руку, найти канцелярию, она стоит недорого. Ну и, конечно же, сейчас везде есть значки. Так что можете сразу их взять и украсить футболку, которую вы собираетесь дарить. Ну а спрятать этот подарок я решила в новогодний носочек. Во-первых, сразу понятно, что это подарок. А во-вторых, еще больше новогоднего настроения. Так что бегите в магазин Твое, убирай свою идеальную футболку с Adventure Time. Я надеюсь, вам понравился этот совет. Главное знать размер человека. Ну и, естественно, если вы тоже любите Adventure Time, как и я, можете себе еще одну прихватить. Это плюс новогодних подарков. Если вы делаете кому-то что-то хорошо, вы можете купить дополнительную вещь для себя любимых. У меня тут, кстати, лежит пупырка, потому что я на нее обычно настраиваю фокус. А еще из милых теплых вещей на зиму я нашла вот такую грелку. Она в форме кошечки, у нее даже пушистые ушки. Сама она очень милая и небольшая. А с другой стороны, так как это набор, к ней прилагались носочки. Так что эта зима будет вдвойне теплее. Подарите что-нибудь блестящее. Это может быть что угодно. Какой-нибудь милый кошелек, какие-нибудь сережки, подвеска, колечко. И что уж тут говорить про блестки для макияжа. Наверное, только в праздники можно окунуться обратно в детство и купить себе забавный кошелек или блестящий брелок на ключи. Также я нашла вот такую милую кошечку. А еще, если кто-то любит ананасы, презентую вам самый идеальный брелок. Ну и, конечно же, всякие блестящие чокеры, наборы сережек, зеркальца, может быть, даже лаки для ногтей. А лучше всего блеск для губ. Но если кто-то у вас фанат косметики, можно подарить хайлайтер. Там точно блесток будет хватать. Еще можно купить пигменты или какие-то блестки для макияжа. В это время года даже канцелярия становится блестящей, поэтому это отличный бюджетный подарок на Новый год. Я решила написать письмо от руки, поздравление украсить блестящими всякими цветочками. И, конечно же, я нашла классные металлические карандаши. Чем не блестящий предмет? Ну и, конечно же, все это украсила гирлянда, которая работает на батарейках. Ну а для любителей трендов в интернете и принятия теплых ванн, я решила украсить вот такую вот звездочку из лаж, открыткой с подписью «ВЖУХ ИДУ 2017» и добавила различных конфетти. Кстати, весь этот яркий подарок я брала в достаточно спокойный, однотонный конверт, чтобы не было сразу понятно, какое количество блесток хранится в нем. Все, что нравится сороке, покупайте! Подарите что-нибудь вкусное. Главное здесь найти золотую середину. Я лично считаю, что нет ничего прикольнее, чем подарить наш классический набор конфет. Типа «Красный октябрь», «Ротфронт». Это безумно красиво, потому что все это выполнено в ретро-тематике и напоминает детство, а это воспоминания, это что-то уютное и милое. Ну и, конечно же, безумно вкусно. Ну и, в-третьих, это еще и патриотизм, да и тем более этот набор не так дорого стоит. Кстати, что-нибудь вкусное не обязательно съедобное. Сейчас полно очень приятных вещей, которые классно пахнут. Например, это свечки или крема для тела, бальзам для губ. Сейчас вся еда стала применима как косметика. Например, это крем с запахом чокопай. Он очень увлажняющий и прекрасно пахнет. Также можно купить из несъедобного какой-нибудь брелок, значки, наклейку, ну и, конечно же, косметичку с тематикой того, что нравится человеку. И все это дело украсить. Ну и, конечно же, не забываем про свечки. Вот моя самая любимая из Bath & Body Works. Она пахнет шоколадом с фисташками. Просто must have в холодные времена, когда дома хочется сидеть уютно, с кружечкой глинтвейна, смотреть какой-нибудь сериальчик, чтобы какая-нибудь милая свечка распространяла на весь дом вкус шоколада. И их много не бывает. У меня полшкафа ими забито. И еще хочется. И еще я могу посоветовать подарить человеку чай. Кстати, это еще один повод собраться вместе и поговорить за кружечкой чая. Подарите человеку что-нибудь уютное. Самое главное, что ассоциируется у меня с Новым Годом, это огоньки. Всякие гирлянды, лампочки, еще что-то. Этого много не бывает. Все сейчас любят фотографировать, снимать видео и просто наряжать свои какие-то пространства. Обязательно найдите гирлянду и подарите. Ну и, конечно же, что может быть уютнее, чем новые пушистые тапочки. Это то, что мы редко сами себе покупаем, потому что у нас обычно есть какие-то, и мы у них ходим и ходим, пока собака их не сожрет. Но вот когда их получаешь, какие-нибудь уютные и классные, очень приятно. А еще можно подарить красный клетчатый плед. Желательно, чтобы он был шаштином. Я хочу донести до вас мысль, что какие-то незначительные, казалось бы, вещи приносят очень много удовольствия. Деньги точно здесь не проблема. Главное знать, что нравится человеку и как к нему поднять настроение. Возьмите какую-то тематику, которая очень близка этому человеку, и проверните вокруг нее все свои идеи подарков. Кстати, признаюсь вам честно, это первый год, когда я оформляю подарки на Новый год. Я купила оберточную бумагу и вот такие вот игрушки на елку, но ими я решила оформить сами коробочки. Зюта, конечно же, была моим незаменимым помощником, и именно в этот день, когда я наряжала подарки, ко мне и пришло рождественское новогоднее настроение. Так что, если вы его все еще не получили, бегом покупать бумагу и заворачивать коробочки. Так что, с наступающим вас Новым годом! Отличного вам шоппинга и поиска подарков! Ну а также, если вам понравилось мое видео, не забывайте мне ставить пальцы вверх и подписываться на мой канал. Это все, что мне надо на этот Новый год. Это всегда приятно. Я вас очень сильно люблю, оставайтесь такими же позитивными и креативными. Всего вам самого хорошего, хотела сказать сладкого. Вот так вот, понимаете? Новый год. Жива бастами! И я пока не знаю, буду ли я есть салатик. Раньше у нас такая была традиция. Но я теперь не знаю, буду ли я готовить такой таз оливье в этом году. Если это видео соберет 200 тысяч лайков, то я буду жрать целый таз оливье. 4 января. Ух! Всего вам самого сладкого в наступающем 2017 году. Огненный петушок как бы будет. Я как бы петух. Ну хорошо хоть не курится. Сразу так в KFC захотелось, господи. Все, давайте. Пока! Эти стрипсы. Огненный петух. Субтитры сделал DimaTorzok